приветствую вас дорогие друзья с вами лор лимур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты space engineers сегодня у нас очень интересный проект точнее в три проекта от одного интересного инженера и ролик я не зря назвал девчонки тоже могут потому что девчонки могут и у нас сегодня проект от инженера девушки достаточно интересный аж целых три проекта дорогие друзья и что интересно что данный флот является флотом от одолина из индустрии так и называется одолина индустрии и что интересно создатель данных прекрасного дизайна творений c1 ever girl вот такой интересный у нее никнейм есть и действительно я очень очень рад видеть творение не только мальчиков так назовем не только мужчин но и женщин и что они могут творить действительно такие интересные дизайнерские решения мне действительно очень нравится дизайн этих кораблей корабли созданные в креативном режиме да это креативный режим то есть данный корабль не совсем для ложевалок потому что они выполняют ограниченное количество функций давайте же познакомимся с ними по очереди ну что ж первый наш корабль это одолина лэнсер одолина лэнсер прошу прощения за техническую заменку но думаю вы не заметили итак одолина лэнс лэнс это пика дорогие друзья с перевода с английского языка это пика и вот такой вот корабль созданный но он небольшой но он создан в очень интересном стиле если кому-то это конечно будет интересно имейте ввиду что вот подобные чудо тоже можно создавать данный корабль в принципе вооружен ракетницы и не только ракетницы данного решения на самом деле много чего есть давайте же мы постепенно отправимся экскурс по этому кораблю хотя нет давайте вам да покажу все таки экстерьер данного корабля сзади он выглядит таким вот образом находится немалое количество трастеров вроде бы скромненько а вроде бы нет то есть данному инженеру удалось очень даже неплохо показать скажем продемонстрировать грубо говоря макетный экземпляр я считаю этот экземпляр макетном но я не очень-то уверен что она годится для выживания но как как креативный проект который показывают в некоторой степени красоту самое то и давайте же зайдем в рубку в рубка у нас вот таким вот образом то есть у нас здесь нет не традиционный как бы дизайн как мы видим да тут огромная роль игры света играет то есть но роль играет автология но тут огромное количество эффекта создается благодаря освещению то есть корабль приобретает такой знаете клубнично-сливочный клубнично-сливочные оттенки эти пытались быть на позитиве и не думать про кровь но на самом деле корабль замечательный он просто великолепен мне нравится дорогие друзья это просто что-то с чем-то также помимо всего у адалин лэнс имеется основная пушка пушка она находится по середине давайте мы ее активируем так откроем панель на панели у нас всего три как бы инструмента не так уж много я не зря выбрал впереди астероид чтобы мы могли жахнуть как как следует по нему данной пушкой значит мы нажимаем на таймер у нас отключается гравитация потому что она меняется местами и у нас даже можем вылезти из рубки чтобы посмотреть как и все это будет происходить так у нас вот-вот полетел снаряд он полетел и он по идее должен наносить какие-то разрушения правда он немножко кривенько летает но наверное связано с чем-то этаким да видимо данный снаряд взрывается спустя какое-то расстояние потому что я не очень-то уверен вообще взрывается ли она или она должна взрываться при значит контакте с какой-то поверхностью давайте посмотрим как как выглядит этот снаряд и что он в себе содержит я надеюсь по чертежу можно будет разобраться в данных кораблях нету refinery тут есть огромное количество реакторов которые служат для того чтобы наши сварщики могли варить допустим данное оружие ну так как вот оружие кстати насчет оружия здесь находятся те же блоки искусственной массы дальше находятся у нас значит что дальше находится у нас тут находится в батарейные блоки в принципе общем то больше ничего здесь не находится я думал здесь будут будет боеголовка но ее по моему здесь нету в принципе возможно данное оружие она является чем-то вроде метафоры то есть не в прямом смысле чтобы разрушать корабли просто чтобы создать красивую пику которая вырывается из корабля и наносит какой какой-то там урон в принципе остальному и здесь мы увидим огромное количество трастеров соответственно гироскопы то есть начинка корабля она сделана исключительно для декора вот реально декор не надо ожидать от этого корабля каких-то сверх мощности какие мы ожидали все-таки отдайте шанс девушкам в конце концов они проявили себя если вы знаете других или может быть знаете известных девушек инженеров обязательно пишите в комментариях я с радостью буду обзирать и сделать обзоры на их не корабли ну что ж это лэнс это модель лэнс давайте посмотрим дальше что нас тут ждет дальше у нас идет canon щит такой вот интересный canon щит он у него тоже есть такая пушка которая его как бы он чуть поменьше чем предыдущая модель то есть он как мы видим а уже и даже по длине то есть короче но у него руб пушка типа риса трона на самом деле то есть здесь тоже применяется такая вот тут уже есть боеголовка к счастью тут уже есть батарея и искусственная масса и конечно же мерч блок и нам надо добраться до нашей рубки я могу сказать что здесь тоже дизайн довольно таки интересный больше всего данные проекты меня привлекают чисто говоря из дизайна потому что дизайн данных кораблей мне очень понравился он очень близок на самом деле был к тому к моему флоту лл корп то есть моих ранних набростках стилистика моих проблем была такой но я потом решил передумать чтобы дать больше преимущества на функциональную часть кораблей то есть не делать всякую фигню в том плане что что было красиво но как бы применить это было сложно нет красота имеет огромное значение но не всегда то есть если это сценарий с выживанием то вам особенно особенно понадобится и функционал так я сейчас магическим способом найду путь к рубке вроде бы я знал где она находится а вроде бы нет мы все рыщем в кишках данного корабля лишь что я найду сейчас очень надеюсь что я найду то я нашел и меня это радует конечно вот у нас здесь находится рубка на самом деле сюда добираться не так уж и просто но я подозреваю над спереди снизу находиться отсюда и сразу все будет видно итак попробуем зайти и ну зайти сюда сеять за руль да вот такое вот у нас устройство у него кстати установлю что установлены прыжковые двигатели да так это не заряженные можно зарину регулировать то есть данное устройство она еще и может летать преодолевать расстояние само собой так ну что же давайте здесь тоже совершим выстрел здесь уже мы более четко видим куда мы будем стрелять потому что данный корабль он уже сделан как бы для выстрела он кому как бы так и называется канон шип то есть пушка двигатель так нас начинает все это свариваться доваривать средний блок и производится выстрел вот ищущий такой выстрел я надеюсь он взорвется где-нибудь там на астероиде если не взорвется мы сделаем еще один мимо прилетел опа он взорвался да да классно то есть какой-никакой торпедный огонь мы вести можем конечно же данным кораблем это неплохо это реально неплохо мне нравится я ставлю пятерочку дизайнерскую пятерочку данному кораблю так идемте дальше что у нас следующее следующее у 1с ever girl идет такой вот классненький корабль называется стелла то есть звездный корабль данный корабль не имеет вооружения насколько я знаю давайте мы найдем нахождение рубок во всех проектах у меня это больное место как войти откуда войти вот нашел ура здесь у нас я так понимаю это более пассажирский корабль здесь у нас кстати новые сиденица от space engineers для нашей любимой игры крео капсулы и конечно же рубка скромная такая рубка данный корабль является уже транспортником он не ведет огонь то есть если вы не увидите пушек их просто тут напросто нет просто гипер прыжки в принципе это неплохо главное чтобы было куда прыгать как говорится на этом в принципе все можно завершать наш обзор принципе сейчас мы немножко облетаем данный корабль посмотрим на его и экстерьер экстерьер это в принципе то на что следует и обращаться на подобных проектах потому что ну они очень красивые реально очень красивые очень слаженные казалось бы что можно сделать из этих блоков в этой игре но на самом деле воображению нет предела можно сделать много чего это просто всегда задаю в первую очередь себе так что вот такие вот замечательные проекты спасибо тебе once ever girl за подобные дизайнерские решения надеюсь зрителям они тоже понравятся ну друзья а в следующий день как бы на завтра ожидает продолжение моего летсплея я надеюсь что завтра я очень надеюсь потому что мне очень хотелось бы снять завтра и если не получится завтра это будет послезавтра но от вас требуется вот такие вот жирные лайки подписки и делитесь моим видео пожалуйста если хотите развивать мой канал но и также хотелось бы сказать если вдруг завтра я не смогу снять прохождение моего летсплея под названием райс скорее всего будет обзор на очень большую машину ребята это какой-то монстром прям прям огромный такой думаю вам понравится поэтому подписывайтесь на группу будьте в курсе новостей первыми обо всем узнавайте и конечно же ну конечно же я вам желаю самых лучших выходных отдыха лета и теплого 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 лета что ж до скорых встреч тем пока